Стоматологический центр Свинато продолжает свой ликбез для сохранения нашего с вами дентального здоровья. Даже доктор, ведущая рубрики Ивета Вертинская, узнала для себя кое-что новое о профилактике кариеса и гигиене зубов. Мы снова находимся в стоматологической клинике Свинато, чтобы продолжить разговор о дентальном здоровье. Профилактика, как не раз мы уже говорили, это наиболее эффективный и единственно экономически выгодный способ решения всех медицинских проблем. Самое главное, конечно, это, во-первых, посетить гигиениста раз в полгода и снять зубной камень. Зубной камень мы можем снять двумя методами. Это можно снять вручной инструмент и можно снять ультразвуком. Свинато располагает современной аппаратурой для поддержания здоровья полости рта. Снятие зубного камня ультразвуком намного легче и приятнее, чем вручную. Но самое главное средство профилактики – ежедневная двух-трехразовая чистка зубов в течение двух-трех минут. Важен и способ чистки зубов. Начиная от десны вниз, то есть к режущему краю зуба, да, все равно, либо это верхняя челюсть, либо это будет нижняя челюсть, то есть получается, что с десны наверх. В каком возрасте необходимо первый раз посетить гигиениста или стоматолога? Желательно, конечно, чтобы ребеночек хотя бы смог все-таки сидеть более-менее в кресле. Да, это приблизительно полтора-два годика. И до этого, конечно, очень большая забота у родителей, чтобы они ребенка научили открывать ротик, да, и сами следили за пару зубов, то, что у него имеется. Как правильно при том многообразии, которое предлагает нам наша торговля, подобрать себе щетку, пасту и ополаскиватель? Мне лично, например, нравится электрическая щетка. У нее массирующие движения и очень хорошо она очищает труднодоступные места. При выборе пасты надо иметь в виду, что не всегда самая дорогая зубная паста – самая лучшая. Безусловно, себя оправдывает фирма «Президент». Каждая серия этой пасты предназначена для своей проблемы, а классическая подходит каждому для ежедневного пользования. Можно подобрать и подходящий ополаскиватель, а также и зубной порошок. Сейчас очень популярна так называемая голливудская улыбка – отбеливание зубов. Ваше отношение к этой позиции? Как ни странно, но позитивное, можно сказать и так. Но при пару условиях. Если у пациента полностью здоровые зубы, нет заболеваний десны, пломба не отбеливается, пациент это должен знать, коронки не отбеливаются. Это означает то, что он потом должен будет переделывать и коронки, и пломбы. Спасибо. Помните, что профилактика как в стоматологии, так и в медицине в целом является основным методом борьбы с заболеваниями. Продолжение следует...